Как вы можете сэкономить на авиабилетах до 20 тысяч рублей на семью? Как лучше искать жилье или отель и не попасться на мошенников? Где и как можно недорого поесть? Где находятся лучшие песочные пляжи в Сочи? А также, что можно посетить и чем полюбоваться? Поставь лайк и подпишись, чтобы узнать. Поехали! Хай, ребята! С вами Супер Гирчик, и сейчас мы отправляемся в Сочи. На море можно попасть несколькими способами. Приехать туда можно на машине, отправиться на поезде или полететь на самолете. В нашем случае поездка на поезде или на машине доставила бы около двух дней. Это очень долго. А полет на самолете всего три часа. Причем стоимость железнодорожных билетов практически была равна цене авиабилетов. И поэтому мы были готовы полететь и за 75 тысяч рублей. Ну а для того, чтобы сэкономить, мы воспользовались приложением Синьков, где нашли авиабилеты со стоимостью 57 тысяч рублей на 4 человека туда и обратно. А чтобы получить больше кэшбэк, решили активировать Синьков ПРО. Таким образом, возврат кэшбэком составил 2,5 тысячи рублей. А купили авиабилеты туда и обратно на 4 человека за 54 тысячи 500 рублей. А сэкономленные деньги мы могли потратить на семейный отдых. Если вы желаете сэкономить так же, как и я, можете оформить карту прямо сейчас по ссылке в описании или по QR-коду. Итак, мы прибыли в Самару, где находился аэропорт и откуда мы должны были вылететь. Нам нужно было оставить машину в Самаре. Стоимость стоянки варьировалась от 150 до 500 рублей в сутки. А в интернете мы нашли стоянку за 100 рублей в сутки. Эту же стоянку вы можете найти по ссылке в описании, если вам потребуется. Дальше нужно было хорошо перекусить перед полетом. Недалеко от стоянки нашли отличное местечко – шаурма, где можно поесть домашнее блюдо за доступные цены. Там уютно, комфортно, чисто и аккуратно. Хозяйка этого заведения – Света, прекрасный повар, приятный человек. И забегая вперед скажу, что возвращаясь из Сочи, мы снова останавливались там, чтобы перекусить. А рядом продаются кондитерские изделия. Тысяча и одна сладость. Сейчас мы находимся на международном аэропорте Самаре под названием Курумочи. Через некоторое время мы вылетим на одном из этих самолетов. Мы прибыли в аэропорт Сочи-Адлер. Время пути составило примерно 3 часа. Мы летели из Самары в Сочи. Выходя из аэропорта, мы встретили местных таксистов. Которые предлагали нас подвезти. За счет этого они завышали цену. Местные таксисты предлагают трансфер за 1600 рублей. В такой ситуации можно воспользоваться приложениями Uber, GetTransfer, Яндекс.Го, Ситимобил и прочими. Там более выгодное предложение. Поездка туда через одно из приложений составила менее 900 рублей. Поэтому здесь мы сэкономили 600 рублей. Можно было бы воспользоваться Тинькофф, тогда мы получили еще и дополнительно небольшой кэшбэк. Но сразу скажу, что цена поездки кратно зависит от времени суток. Например, ночью поездка может составить, как у нас, 900 рублей. А днем, во время часа пика, уже от 1500 рублей, как и предлагают местные таксисты. Временно проживать в Сочи можно и в отеле, и в пансионате, в апартаментах и в квартире. Вы можете выбрать проживание на любой цвет и вкус. Дам небольшой совет. Через приложение Тинькофф здесь тоже есть кэшбэк, если оплачиваете проживание в отелях. Мы старались выбрать самое дешевое жилье, поэтому мы решили арендовать квартиру. Нам нужна была двухкомнатная квартира. Обязательными условиями были наличие кондиционера, газовой плиты, стиральной машины. Здесь использовали все подряд сайты, такие как Авито, Циан, Островок и другие. Предупрежу, что Авито просит деньги за размещение объявлений, связанных с арендой недвижимости, поэтому там меньше объявлений, но и мошенников тоже меньше. Рекомендую вам не бояться отправлять заявки, писать сообщения, спрашивать о квартирах. Ведь чем больше выбор, тем вам лучше. Нам звонили и мошенники, предлагали дешевую аренду жилья, торопили, и мы чуть было не попались на такую ловку. Но используя приложение Гидконтакт, мы поняли, что это мошенник. Вы тоже можете проверить любого человека по номеру телефона этим приложением. Чтобы это сделать, попросите настоящий номер арендодателя, введите этот номер в строку поиска, и вы получите результаты. Сначала мы хотели заселиться квартирку похуже, за 3500, но потом нам отозвались за 2700. Если на фотографиях к квартире есть какой-то код, и этот код совпадает с идентификатором продавца, тогда можно больше доверять такому арендодателю. Внимательно осматривайте полученные от арендодателя документы. Где-то может быть случайная или намеренно сделанная ошибка. В итоге мы сняли евродвушку. Нам очень повезло с полным набором кухонной утвари и микроволновой печью, а также 5G роутером. Но хотелось бы добавить, что ни в коем случае нельзя брать квартиру на первом или на последнем этаже. Если заселиться на первом, то любопытные прохожие каждый раз будут заглядывать к вам в окно. А на последнем этаже будет нагреваться крыша, и будет постоянно очень жарко. А чего не хватило именно нам в такой евродвушке, это наличие балкона, чтобы высушивать вещи там. В Большом Сочи такая квартира стоит 2700 рублей в сутки. При этом мы внесли предоплату в размере 2000 и залог в размере 5000, если мы что-то сломаем. Следующая нерешенная задача была связана с питанием. Где поесть, думали мы? Ну естественно, жители отелей могут питаться прямо не выходя из здания. А мы же ходили за продуктами и готовили дома. Хоть это и экономно, не всегда это удобно. Например, после похода на пляж. Следовало бы найти хорошие места общественного питания. Город нам был незнаком, и мы постоянно пользовались гугл-картами. И делали неправильно. Дело в том, что гугл не обрабатывает новые отзывы в России. Остаются только старые. Не зная этого, вошли в Растегай, где выдавали прокисшую пищу и были очень разочарованы. Мы поняли свою ошибку и начали использовать Яндекс.Карты. Мы зашли в столовую под названием «Столовая». Как бы странно это ни звучало. Вот здесь цены. Я считаю, что эти цены приемлемы, они не такие большие. Сейчас оценим на качество. Кушать здесь одному человеку будет стоить 836 рублей. Здесь есть и первое, и второе, и десерт. Мы покушали на почти 3000 рублей, но на самом деле можно было и покушать за 2000 рублей. Мы взяли немного лишнего. Качество еды здесь очень хорошее. Правда, специально накладывали порции побольше, чтобы много продать. Но можно и попросить чуть поменьше. Мы старались посещать те столовые, где было много людей. Еще мы посещали столовый «Укроп» возле пляжа Куба и Ласточка в районе Мамайка. И да, расскажу о пляжах позже. Там тоже было уютно, и цены невысокие, качество хорошее. Всем были довольны, правда, ближе к вечеру провизия кончалась. Еще посетили кафе-столовую на юных ленинцев. Удивил огромный ассортимент еды. Плотно поесть на четверых будет стоить около 3000. А также мы побывали и в других кафе. Местные необычные для нас блюда оказались вкусными и легкими. Мы собирали очень много информации о пляжах Сочи. Побывали на пяти пляжах. Сейчас мы едем на пляж Куба. Особенно нам понравились пляжи Альбатрос и Куба, где песчаный вход в море. Но на пляже Куба вода чище. Иногда ближе к глубине бывают камни. А вот и песочный пляж Альбатрос. Сейчас полдень, и это, наверное, пик. Но на самом деле тут не так много людей. На Ласточке много гальки. Но там отличное место для сапсерфинга. Такое удовольствие стоит 700 рублей за час. Этому необычному виду спорта можно легко научиться. Инструктор все покажет и расскажет. Я рекомендую вам взять спасательное жилет. Так будет безопаснее. Это не очень обычный вид спорта. Очень интересно. Очень увлекательно. А главное, там медузы. Также мы были на пляже Ривьера. Пляж галечный, но местами песок, как нам показалось. А на пляжах возле морского порта вход галечно-песочный. Но говорят, конечно, что вода там грязноватая. И да, хотел бы предупредить, море очень сильно зависит от времени суток. Утром, например, вода может быть чистая, а днем очень грязный. Также иногда приплывают и медузы. Самые часто встречаемые цвета на флаге. Это зеленый, плавать можно. Желтый, плавать нужно осторожно. И красный, плавать нельзя. А также еще цвет синий, когда на море находится живность морская. Сегодня море бушует, но туристов еще больше, чем обычно. Там красный флаг повесили. Но отменять отдых никто не собирается. Многие пляжи Сочи оборудованы платными шезлонгами и зонтами. Еще вдоль побережья встречаются и платные пляжи. Ни на одном из таких мы не побывали и, честно говоря, не знаем, в чем разница. Возможно, там просто меньше людей и есть всякие удобства. По 10-ти бальной шкале Черное море мы оцениваем на 6 баллов. Давайте немного расскажу про сам город. Город Сочи расположен на горах, поэтому передвигаться там на своей машине не всегда удобно. Солнце здесь кажется, что оно больше по размерам, а закаты выглядят просто прекрасно. В Сочи закаты имеют розовый оттенок, независимо от погоды. Город ощущается тесным, много новостроек. На каждом шагу находятся отели и санатории. Некоторые из них охраняются полицией. Один таксист нам сказал, что Сочи зимой превращается в город-призрак. А летом здесь очень много туристов. Большая часть жителей Сочи очень доброжелательные люди. Они готовы помочь каждому туристу. И мы этим были очень приятно удивлены. В некоторых местах вдоль пляжа проходит железная дорога. И да, сейчас я скажу очень важную информацию. Дело в том, что между Сочи и Адлером, там где находится аэропорт, почти постоянная пробка. Она пропадает только ночью. Учитывайте это, когда вы будете ехать в аэропорт, чтобы улететь. Вы можете не успеть на ваши авиарейсы. Некоторые советуют передвигаться на ласточке, то есть по железной дороге, по электричке. Но говорят, там мало свободных мест, поэтому придется стоять. А делать это родителям с детьми, еще и с сумками, не очень удобно, честно говоря. Перед тем, как вылететь обратно домой, можно посидеть вот в таком вот внутреннем дворике. В аптеках Сочи цены немного завышены. Это тоже стоит учитывать. Так как Сочи город туристический, то один и тот же продукт, например, возле пляжа и далеко от пляжа, может различаться в цене почти в два раза. А особенно это касается напитков. В Сочи находится очень много кафе, столовых. Не каждый пытается привлечь внимание к каким-то своим опытам. Добраться до достопримечательностей можно пешком на автобусе и на такси. Причем на автобусе экономим почти в 10 раз. Но иногда автобусы бывают переполненными. Если вам раздают листовки, берите, не отказывайтесь. Цены на экскурсии сильно различаются. Не спешите. Узнайте во многих местах. На Воронцовской пещере цена в одной листовке была 1200 рублей, а в другой уже 900 рублей. Поэтому сэкономить можно 25%. То есть от 1000 рублей на семью. Выбирая экскурсию, постарайтесь попасть на хорошего экскурсовода. Нам, например, попался дядя Алик, когда мы путешествовали по Воронцовским пещерам. Он все показывал и рассказывал. Он всесторонне эрудированный и позитивный человек. За это мы ему очень благодарны. Это панорама Гагрского хребта. Перед ней на горизонте Гагринский хребет. В основании той горы у моря находится город Гагра. Черное море просматривается. Позади нас склон к горы Большой Ахум. Такое ощущение, что попал в фильм «Аватар». Одно из самых оживленных мест в городе – это река Сочи, вернее, ее набережная. Лучшими местами для посещения в городе являются парк Ривьера, морская набережная, то есть морской порт, Дендрарий, а также многие музеи и театры. Для посещения остальных достопримечательностей нужно отправляться в дальние экскурсии. Можно побывать в Розу Хутор на Красной Поляне. Еще хвалят Белые скалы, 33 водопада, Тисо-Самшитовую рощу, Чертовые ворота, Олимпийский Сочи-парк в Адлере. И так можно перечислять бесконечно. Главное, если вы планируете экскурсию, рассчитывайте потратить на это весь день. Просто у нас была такая история, что во время экскурсии на Воронцовские пещеры, где женщины в течение почти всей поездки все время возмущались и жаловались на то, что они не успевают к ужину в свой отель. Поэтому нам не удалось заехать на бесплатную дегустацию на чайной фабрике. И мы были этим огорчены. Постарайтесь воспользоваться опытом моей поездки и не повторять такие сценарии, поскольку это лишает получения удовольствия от экскурсии. О тех экскурсиях, где мы побывали, я расскажу вам в следующем видео. Если у вас есть выбор между Сочи и Турцией, я рекомендую вам Турцию. Там и пляжи, и море получше, и питание легче найти. О Турции я рассказал в своем обзоре в отеле Watersea Resort & Spa. Рекомендую посмотреть. Все ссылки я оставлю вам в комментариях. Ну а всем спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. С вами был СуперГирчик, и всем гууууудбай!